Дорогие друзья, давайте встретим бурными продолжительными овациями И сейчас он в поездке на Байконуре, к сожалению, никак он не мог ее переместить Обещает нам продолжение космической одиссеи еще более интересной У меня есть ремарка о том, что издание, о котором мы говорим, в нем выходят две детективные полисти Это то, что уже вышло, многие знают, многие знания, многие печали И вторая вне времени, вне игры Это замечательная футбольная вещь, которую, в отличие от большинства футбольных произведений Я горячо рекомендую и слабому полу тоже Потому что получилось рассказать о футболе и интересно, и живо И там, в общем-то, и суровый охранник найдет свое И нежная дама тоже с большим удовольствием прочитает трогательную историю Поэтому всем советую Ваши вопросы на наши сегодняшние гости Блондинки включились? Диана, скажите, пожалуйста, откуда вы берете идеи для очередной книги? Это какой-то личный опыт чьи-то рассказы, просмотренные, прочитанные другие произведения? Это первый вопрос И второй вопрос, есть ли у вас домашние животные в вашем доме? И кто это, если есть? Тогда уже и за себя, и за того парня Вы знаете, идеи самыми разными путями приходят в голову Вот наш следующий роман, который называется «Нырянщица за жемчугом» Идею подсказала очень желтая газета «Спидинфо» Там был очерк об одном, я бы так сказала, извращении Очень популярном в Таиланде И вокруг этого, прочитали мы года три назад об этом Оно лежало, лежало где-то на подкорке А потом на это начал нанизываться конфликт Получилась, на наш взгляд, неплохая вещица Действительно, очень часто какие-то, ну, происходящие То, что в новостях наталкивает на сюжеты Но мы, конечно, всегда стараемся это очень сильно изменить Преукрасить И в коем случае не тащить в роман никого из своих знакомых Потому что люди обижаются Всегда стараемся, ну, как-то это не делать А по поводу второго вопроса Тоже мне придется, наверное, сейчас употребить неприличные слова У меня, как я уже говорила, двое мальчишек И они постоянно мне просят щекла, котенка, собачку А я так устаю с ними, что я им говорю «Ребята, у меня уже есть, извините, два сученка» И больше я не хочу Подтягивается наше поколение Здравствуйте, как раз вопрос о поколениях Немножечко не работают заведующие библиотекой военного губитаря Вот, значит, какие категории читателей читают Литвиновых? Значит, первое, это женщины, кому-то 40-40 Ну, купая, я так скажу Вот, есть моложе, есть покарше Дальше, это девочки, которым 20 лет Которые только начинают читать Которых мы привлекаем к чтению И это ребята Молодые ребята, которые тоже, самое Точно так же я их привлекаю к чтению Они просят, знаете, какой-нибудь птичевчик Чтобы и трупов много не было Им было интересно Я говорю, пожалуйста, перейдите на вопрос Вот, но вопрос такой А вы сами, когда пишете Каким вы видите своего читателя? Спасибо Спасибо, очень интересный вопрос Причем с целой подогрюкой И с неким опросником уже готовым Я даже не знаю Мы пишем как для себя, что ли Да, вот Просто мы стараемся вложить Все, что можно Мы не зарабатываем деньги этим То есть мы не относимся к жанру снисходительным Знаете, некоторые говорят, что Вот мы пишем детективы, чтобы выжить А сами вот потихоньку работаем над чем-то большим и серьезным Вот, мы стараемся просто вложить душу в нашу работу И думаем мы в первую очередь о человеке, которому нужно просто весело и хорошо убить несколько часов А мы идем в больнице, а там кто-то сидит в аэропорту То есть мы ни в коем случае не ждем, что нас там будут конспектировать и как-то перепахивать кому-то жизнь Мы не собираемся Мы развлекаем почтеннейшую публику Мы прилагаем все силы, чтобы это все было написано на хорошем русском языке И чтобы концы схомились к концам Друзья мои, давайте мы добавим немножко ласки в жизнь Татьяны Давайте мы и будем скупиться на аплодисменты И скупайте ее в авансах за эту прекрасную встречу Ну и я уже от себя лично сгонял в цветочный магазин Спасибо Друзья, еще раз аплодисменты Ну и, конечно же, автограф-сессия Пожалуйста, подходите, у вас есть возможность получать